Итак, God Station 2, то что мы называем, третья станция Бога. Всегда в местах, где уходит праведник, остается духовная такая радиация. Есть что-то такое, что действительно приближает нас и помогает нам подойти к нашей молитве, или что мы молимся, поднимались вверх. Мы молимся на могилах праведника, только Богу. Мы не говорим праведнику, мы можем попросить праведника, попроси за нас у Бога. Итак, мы находимся на одной из самых известных станций. Это могила пророка Швуэля. Во-первых, чтобы говорить о пророке Швуэля, это вода женщины. Пророк Швуэля, это в первую очередь его мать Хана, которая молилась. Мы, мудрецы, до сих пор считаем, что умению молиться надо учиться именно у нее. Но все-таки в конце он вымолил. Это пророк, самый великий пророк. Написано в некоторых книгах, что он равен Маше и Арону вместе взятым. Это пророк, который помазал двух великих самых первых царей из Израиля. Это царя Давида и царя Соломона. Это пророк, который при нем самое сильное, самое великое царство было Израиля. На каждой могиле можно молиться за все, что хочешь. Это место более признанного. И все же есть специфика. Вот на этой могиле люди как бы дополнительно здесь очень написано, молитвы высоко идут, когда ты просишь мира. Сейчас это всем нужно, вот просить мира, просить как бы силы народу, чтобы немножко утряслось. Это здесь очень хорошо. Здесь сотни-сотни людей. Место своего покоения выбрал как раз сам холм над Иерусалимом. Я думаю, что одно из самых красивых мест. Его в трехлетнем возрасте мать отдала пророку Эли, чтобы на воспитание. Этот человек посвятил всю свою жизнь Богу. Вот умение как бы стать тем, с маленького мальчика, которого не ждали, стать до великого пророка. Вот это движение по духовной лестнице от ноля до бесконечности, вот это вот все здесь. Поэтому, если у кого-то есть возможность, пожалуйста, заедьте сюда, когда будете ехать в Иерусалим, на окраину Иерусалима. И увидите не только совершенно потрясающую красоту, но и пророка, могилу великого пророка, где можно попросить за себя, за близких. Главное за мир в нашем мире. Прохала Цеха.